Мультикосмос. История Сергея Королёва. В начале прошлого столетия, когда люди танцевали не в ТикТоке, а в Большом театре, прям под Новый год, в семье учителя и дочери купца появился Сергей Павлович Королёв. Добрый день, Сергей Павлович. Очень приятно. А вас как? А мама и папа? А, ну понятно. Мама, папа. Если что, я у себя. Маленький Серёжа жил в деревне. Его воспитанием занималась бабушка. Но когда Серёжа был три годика, произошёл переломный момент в его жизни. Он впервые увидел самолётик. Его привезли в деревню, где жил Серёжа. Ну, в общем, эта штука, она как бы должна летать. Но сегодня вот не наш день. Тогда Серёжа во что бы то ни стало решил стать пилотом. Серёжа вырос, поступил в гимназию, но её практически тут же закрыли. Эй, секундочку, а что там дальше? Что после В? Серёжа начал учиться на дому. Но любовь к самолётам никогда не покидал Сергея Павловича. С семнадцати лет он уже разрабатывал самолёты и летал на них. Под его руководством было создано огромное количество уникальных летательных аппаратов. А позже он познакомился с трудами Константина Циолковского и начал конструировать буквально одну ракету за другой. Прямо одно за другой. Но и этого ему было мало. Сергей хотел в космос. Вот тут-то всё и сошлось. Был готов жидкостный двигатель Валентин Грушков. Циолковский сформулировал идею искусственного спутника Земли. И Николай Пилюгин разработал систему навигации. В итоге в 1957 году в космос был запущен первый искусственный спутник Земли. Ну, казалось бы, всё. Серёжа, молодец. Серёжа, казалось бы, остановись уже. А нет. И в апреле 1961 года Королёв реализовал первый в мире полёт человека в космос. А потом и второй полёт другого человека в космос. А потом и третий. А потом и четвёртый. А потом подумал, а чё они по одному туда летают. А потом запуск первой орбитальной станции. А потом выход человека за пределы космического корабля. И всё это под контролем Сергея Королёва. Сергей мечтал о высадке людей на Луне. О путешествиях на Марс. На все остальные планеты Вселенной. И это лишь маленькая часть реальной истории Сергея Королёва. История о том, как деревенский самоучка стал отцом мировой космонавтики. Люди будут там, где сияет плечный путь. Новые миры зовут тебя, тебя. Эту пути космос не так далеко. Может, где-то там твоя мечта, мечта.